Тебе надо кушать и поправляться Привет. Как ты себя чувствуешь? А где Инга? Не знаю я, где Инга. Я с ней не общаюсь. Я должен ей позвонить. Дай телефон. Хорошо. Ну, еще одна. Держи. Вот. Алло. Алло, Инга, это я. Связь оборвалась. Чем обязана? Здрасте. Привет. Нет. А вы в курсе, что с Пашей случилось? Допустим. Он теперь инвалид. Он теперь ходить не может. А я чем смогу ему помочь? Я же не врач. Мало того, я ему и не родственница, ни жена, ни сестра. Поэтому какие ко мне могут быть вопросы? Он из-за вас хотел развестись. Он из семьи ушел. Но я его не заставляла. У вас все? Всего доброго. До свидания. Так и сказала. Помочь не сможет. Слушай, ты тридцать лет живешь. До сих пор в людях не научился разбираться. Хватит норовоучения, а? Так, я тебе горячий бульон принесла. Будешь? Да не надо мне ничего. Не надо тебе ничего. Значит, угостишь своих соседей. Какая ты правильная. Зачем ты сюда ходишь, а? Я же гад. Предатель. Хотя, понимаю, радостно видеть, как меня сама судьба наказала. Вот ты вообще меня не знаешь. И из-за этого все наши проблемы. Понятно? Извините. До свидания. Постой. Даша. А сейчас мы готовимся к выписке. Все, что мы могли сделать, мы сделали. Я знаю. Спасибо, доктор. У вашего мужа сейчас очень нестабильное эмоциональное состояние. Помните, я вам говорил об операции за границей? Да помню, конечно. Откуда у меня такие деньги? Сумма чудовищная. В фонды благотворительные обратилась. Ну, вы сами понимаете, там непонятно, там очереди. Жаль. Слушайте, ну, инвалидный все-таки не приговор. Люди вон Олимпиады выигрывают. А вот этот оптимизм постарайтесь передать своему мужу. Всего доброго. Поехали. Помедленней. Здравствуйте, Вера Дмитриевна. Здравствуй. С возвращением, Коша. Спасибо. Не думал я, что сюда когда-нибудь вернусь. Тебе что-то не нравится? Что мне может не нравиться, а? Бывшая жена приютила из жалости. Успокойся, пожалуйста. Все нормально. Аккуратней. Успокоиться? Как тут успокоиться? Еще и соседка с таким ехидным лицом. Слушай, давай аккуратней, а? Все-таки не дрова везешь, а живого человека. У меня все-таки позвоночник болит. Не зуб, а позвоночник. Аккуратней. Утро! Утро! Аккуратней. Утро! Утро! Ну, что, меня нельзя было позвать, Паш? Надоело. Давай ручку. Все надоело. Я как бревно лежу. Я ничего сам не могу сделать. Только давай не заводись, все будет хорошо, все наладится. Наладится. Я таки буду всю жизнь в этой коляске ездить. Давай без пессимизма. Паш, все будет хорошо, но посмотри на меня, Паш. Паш, все будет хорошо. Паш, что ты делаешь? Пусти. Я все равно не жилец. Кто тебе сказал? Я сам знаю. Лучше умереть, чем так жить. Брос нож, Паша! Паш, я же не брошу тебя, я что-нибудь придумаю. Все будет хорошо. Ну, а что делать? Да не знаю, что делать. Хоть на органы себя продавай. Ты с ума сошла? Ты что говоришь? Что за глупости? Почему глупости? Не глупости. Только он один останется, еще сделает с собой что-нибудь. Послушай, у тебя никаких знакомых богатых нет? Ну, чтобы занять. Знакомых, богатых, сто тысяч евро. Как они в них одолжат? За красивые глаза? Как я отдавать их буду? Ну, не знаю, ну подумай. Катя, я только этим и занимаюсь, что думаю. Ты что, не понимаешь? Алло, Рит, это я. У меня другого выбора нет. Сколько ты хочешь? Я хочу попросить вас оплатить операцию и реабилитацию Паши. Ну, поконкретнее цифру назови. Вот, это распечатка из клиники и перечень того, что понадобятся. Анализы, обследование, операция и реабилитация тоже. Хорошо, мне надо с Игорем посоветоваться. Только очень мало времени, Рит. Даш, ну не переживай, к завтрашнему дню уже все разрулю. А теперь поехали. Куда? В больницу. А зачем? Слушай, Даш, я хочу убедиться, что у тебя со здоровьем действительно все в норме. Ну, вообще-то я месяц назад проходила медкомиссию и заключение могу показать. Я знаю те комиссии, им лишь бы галочку поставить. А мне нужен настоящий результат. Понимаешь, вопрос слишком серьезный. Ну, наверное, это займет много времени. Даш, к завтрашнему дню ты все успеешь. У меня там врачи знакомые и в клинике все схвачено. Ладно, поехали. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас закончу. Вы пока раздевайтесь. А вообще, вы знаете, у меня все хорошо. Я верю. Но Маргарита Васильевна просила убедиться в этом. Поэтому не будем терять время. Я вас поняла. Привет. Привет. Ну, как раз пришли результаты твоих анализов. Я надеюсь, все в порядке? Все просто отлично. Проходи. Не надо. Ладно. Тебя ждет Игорь, а он хочет лично с тобой поговорить. Хорошо. Хорошо? Спасибо. Игореш. Игорь. Даша, очень приятно. Могу что-нибудь предложить? Чай, кофе, вода. Нет, спасибо. Давайте сразу к делу. Отлично, к делу так к делу. Ознакомьтесь, пожалуйста, с договором. Договор о указании услуг. Все должно быть чин по чину. Услуга, рождение ребенка. Дикость какая-то. Это современный мир, подруга. А ты, по-моему, в прошлом веке застряла. Потому что мне не нравится этот современный мир. По большому счету, это просто формальность. Здесь указаны права, обязанности сторон, обоюдные риски. Ну, короче, ты вынашиваешь, рожаешь и отдаешь нам ребенка. А мы спасаем твоего Пашу. А что, по-моему, нормальная сделка? Хорошо, я согласна, но при одном условии. Проапелировать Пашу надо на этой неделе. Паша, я дома. Что это? Сегодня пришло подтверждение по электронке. А твоя операция в Германии. Ты снова будешь ходить. Это шутка? Нет. И сколько это будет стоить? Неважно, сколько это будет стоить. Надо идти собирать вещи, а мне еще в визовый центр надо заехать. Что? Постой, Даша. Что? Зачем ты это все делаешь для меня? Я же так сильно перед тобой виноват. Паш, ну ты же мне не чужой человек. Мне еще и подумать было, когда сравнить себя кое с кем, да? Скоро ты у нас будешь бегать. Скоро ты у нас будешь бегать. Эй, ты чего? Почему он не звонит? Ну как не звонит? Тебе же позвонили, сообщили, что операция прошла успешно. Сообщили. Чего ты нервничаешь? А вдруг у него заражение крови или еще что-то? Всякое бывает. Типун тебе на язык. Две минуты до звонка идем. Догонишь? Да. Алло. Даш, это я. Я так рада тебя слышать. Привет. Я сегодня ногой смог пошевелить, представляешь? Если бы не ты. Как ты себя чувствуешь? Уже почти хорошо. Врачи не разрешают много разговаривать. Подожди, пожалуйста, я… Слушай, я очень рада за тебя, слышишь? Я очень за тебя рада. Я тоже. Я-я. Рита, Паша ходит уже. Ну, а ты на меня дулась, враги не считала, а мы твоего Павлика починили. Я тебе так благодарна. В смысле, я вам с Игорем очень благодарна. Ну ладно, давай, пойдем уже. Рит, скажи, пожалуйста, а кто еще в курсе о нашем договоре? Ну, я, ты, Игорь, нотариус, пара врачей из этой клиники. А что? Я просто хотела попросить тебя больше никому не говорить. Ну, процедура сугубо конфиденциальная. А что тебя конкретно напрягает? Я не хочу, чтобы об этом Паша узнал. Подожди. А ты ему не сказала? Тут такое дело. Мы собирались делать ЭКО. Но после моих неудачных родов я испугалась. Боюсь, что он подумает, что… Слушай, ну, это же ради него. Я знаю. Но все-таки лучше ему не говорить. Но он все равно узнает, живот будет трудно скрыть. Придумаю что-нибудь. Чудачка. Ладно, скажу. Спасибо. Тем более, этого Пашку вообще в глаза не видела. Так. Судя по результатам УЗИ, все отлично. Поздравляю. То есть… При искусственном оплодотворении, я вам скажу, не сразу получается с первого раза. То есть я беременна? Да. Я не сомневалась. Теперь надо обсудить ваш график посещения. А зачем? Будем наблюдать за развитием плода, контролировать течение беременности. Но у меня же уроки. Да вы не волнуйтесь. Распишем как надо. У нас опытные специалисты, все делают быстро. Да, я не зря вашу клинику выбрала. Да, вот. Возьмите, пожалуйста, брошюрки. Здесь почитайте, как нужно питаться, рекомендации по физическим нагрузкам. Вы знаете, я вроде как уже в курсе. У меня уже была одна беременность. Все равно почитайте. И самое главное, никаких стрессов. Будете волноваться вы, малышу будет хуже. Значит, она не будет волноваться. Да? Я очень постараюсь. Я прошу прощения. Да-да. Мне бы хотелось с вами обсудить. Паша, привет. Как дела? Здоров, как бык. Педали по часу в день кручу на велотренажере. Гуляю подолгу. Гуляешь, да? Молодец. То есть все хорошо? Все отлично. А когда тебя выпишут? Да я б хоть час рванул. Только врачи добро не дают. Замучили уже процедурами. Ну, значит, так надо. Да я понимаю. Ты знаешь, так хочется уже вырваться отсюда. Тебя обнять. Ты же мне жизнь спасла. Да ладно, не говори ерунду. Даша, каким я был идиотом. Не ценил тебя. Я просто рада, что ты идешь на поправку. Целую. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Садись за руль. А где Рита? Я отвезу. У Марго время по часам расписано. Маникюр, педикюр, салон, спа, массаж. Там только все успевает. Ясно. А вы можете меня спрятать? А что случилось? Там соседка. Я не хочу, чтобы она видела нас вместе. Да вроде ничего плохого не делаем. Зачем такая конспирация? Вы же сами понимаете, соседи надумают, непонятно чего. Вы тогда прыгайте в машину. Главное, берегите себя и не волнуйтесь. А токсикоз это нормально. Это у многих бывает. Да, знаю. Я уже это проходила. Ну, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо. А то ему нужно за пять дней назначить, да? А, я поняла. Хорошо. Я тогда перезвоню заранее. Ну, конечно, если такие правила, я правила придерживаю. Извините. Дарья Васильевна. Дарья Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на приём? Нет-нет. Здесь подруга моя работает. Поболтать зашла. Пустые разговоры, пустые хлопоты. Кстати, завтра у вас открытый урок. Будет комиссия из отдела образования. Тогда я потороплюсь, чтобы к нему подготовиться. Всего доброго. До свидания. Здрасте. Здравствуйте. Ну, и чего мы на меня так смотрим? Да ты вроде поправилась. Нет, тебе идёт правда. Отстань. Ну, правда, ну я чё, слепая? А может ты… Давай, ещё вслух скажи, а то ты не знаешь. Этим только повод дай, и разнесут слухи. Ну, слушай, Пашка вернётся, рад будет. Ладно. Да. Заедала стресс, сладкого поела, набрала пару килограмм. Угу. Жалко, было бы хорошо. Даша. Что, Даша? Даша. Привет. Привет. Привет, Паш. А вот и я. Паша. Даша. Что ж ты не позвонил-то? Я бы тебя встретила. Как ты… Да я… Сам пришёл… Да я сюрприз тебе хотел сделать. Слава Богу, как ты себя чувствуешь? Скажи мне, пожалуйста. Ты что, ты что делаешь? Тебе ж нельзя, наверное. Прекрати. Прости. Ты что, такая нагрузка? Нельзя. Даша, скажи, откуда ты всё-таки деньги взяла? Какие? Ну, как какие? На операцию. Ну, друзья помогли. В школе там что-то собрали. Ну, к маме на фамильные драгоценности. Продала всё, в общем. Откуда? Дашка, я теперь твой вечный должник. Я на урок опаздываю. Кстати, у меня для тебя есть сюрприз. Смотри. Что? Ты вызвал мне такси? Да какое такси? Это моя новая работа. Подожди, а разве тебе можно за руль? Ну, за руль можно. Это же не кирпичи таскать. Ладно. У тебя во сколько сегодня уроки заканчиваются? А что, ты хотел меня встретить? Ну да. А ты против? Нет. Но… Но? Паша, в школе ещё не утихли разговоры о нашей с тобой размолвке. Ты же понимаешь, учительский коллектив, им только дай повод посудачить. Даш, ну чушь. Я просто пока не готова говорить о наших отношениях. Хорошо. Твоя репутация останется безупречной. Не обижайся. Не буду тебя ждать. Не обижайся, пожалуйста. Ладно? Договорились. Чего ты? Извини, это… У меня в последнее время часто бывает давление. Перенялничала, видимо. Все. Вроде отпустила. Все, я пошла. Пока. Давай пока. Здравствуйте. Урок скоро. Чего стоим на улице? Заходим. Спасибо. Очень вкусно. Может, что-нибудь ещё? Я подумаю. Спасибо. Слушай, я столько ем в последнее время. У меня в первой беременности такого не было. Все отлично. Ешь сколько хочешь, только режим не дорушай. Хоть какое-то оправдание отрастающему брюху. Ты что, так и не сказал своему Пашке? Боюсь, он не поймёт. Да, у мужиков, конечно, своя психология. Они все по натуре собственники, хозяева. Все должно быть тихо. И женщина, и ребёнок. Вот, видишь? Ну, правда, всегда лучше. Ну, попереживать немного, потом привыкнет. Так ты кушай, а я побегу Игорю. Позвоню, он приедет за тобой. Хорошо. Давай, Даша. Приятного аппетита. Спасибо. Остановитесь здесь, пожалуйста. Я выйду. Вам отсюда до дома два квартала идти. Ну, ничего страшного. Прогуляюсь, зайду в магазин. Валерий, остановитесь здесь. Даша, я хочу извиниться. За что? Мы с Марго вам столько неудобств доставляем. Это сделка. Вы выполнили свои обязательства. Теперь я выполняю свои. Все по-честному. Сделка уж больно деликатная. Бизнес есть бизнес. Как сказать. В этом деле должны человеческие законы работать, а не законы бизнеса. Так странно это слышать от бизнесмена. Сказать честно. Мне не по себе от всей этой истории. Разве вы не хотите ребенка? Хочу, но… Вот и никаких «но». Все пойдет по плану, не волнуйтесь. До свидания. Поехали. Поехали. Что скажешь? Ничего. Симпатично. То есть особого восторга нет. Да? Да нет, тебе очень идет, честно. Только… Ты вроде таких раньше не носила. Таких это каких? Ну… Объемных или как там они называются. Ты всегда носила платье в обтяжку. Ну, мода меняется, а я хочу идти в ногу со временем. Это понятно. Только зачем фигуру скрывать? Она же у тебя такая стройная. А… Так, демонстрация, так сказать, вновь закончена. Ужин готов, пойдем на кухню. Да? Мне надо поторопиться, директор хотел обсудить какие-то важные вопросы. Ну, давай я тебя подвезу. Не надо, у тебя же лечебная физкультура. Ну, слушай, физкультуру я могу и пропустить разок. Тебе надо восстановиться. Давай лучше на выходных проведем время вместе. М? Может, тебя все-таки подвезти? Не надо. Езжай. Пока. Пока. – Доброе утро. – Доброе утро. Здрасте, мы не опоздаем? Да ничего, нас подождут. Мне пришлось петлять дворами, извините, я думала, что Паша за мной следит. Ведете себя, как диверсантка, следы заметаете. Не говорите, сама в шоке. Что-то типа того. Так, беременность протекает без проблем. Никаких отклонений и осложнений я не наблюдаю. Вы себя как чувствуете? Нормально. Ну, как и положено. Рядовой беременной. Ну, вы у нас не рядовая. Маргарита Васильевна, Игорь Владимирович. Такие люди. Да. Но они не я. Вы на них работаете. Значит, и к вам особые отношения. Работаете. Хотя, да, так и есть, работаю. И самое главное, не нервничайте. Все идет хорошо. Вот с ней нервничать посложнее будет. А что такое? Ничего. У меня работа просто такая. Я в школе деток учу. Сами понимаете. Катя, привет. О, привет, Паша. Слушай, я тут мимо ехал. Смотрю, ты стоишь. А я не видела тебя. Я задумалась. Наверное, о чем-то важном задумалась, раз совещание у директора пропускаешь. Какое совещание? Я впервые слышу. Да. Странно. Даша мне вчера рассказывала, что у нее совещание. Паша, она вообще с того момента, как вы, ну, в ссоре, сама не своя. Наверное, у нее кто-то был без меня. Ты про кого? Про строителя? Смешной. Я видела его недавно. Они здесь недалеко от школы дом строят. Он, Даша, не пара. Спасибо, Катерина. Успокоила. Тебя подбросить куда-то? Нет, спасибо. Ладно, я поехал. Давай. Девочки, именно вы будете представлять лицо шпула. Поэтому вы должны быть одеты с овощкой. Начищенная обувь. А вас будут… Дарья Васильевна, можно вас на два слова? Бегите, девочки. Да, конечно. Отойдемте. Да, да. Я все знаю. Я не понимаю, о чем вы. Я знаю, что вы беременны. А кто вам такое сказал? Ну, у меня есть знакомые в перинатальном центре. Я сразу поняла, что вы неспроста туда приходили. Елизавета Андреевна, Боюсь, это не так. Я не беременна. Вас неправильно проинформировали. Подождите. Мне говорили, что… Я понимаю, но… Но это… Это слухи. Простите, мне надо идти. Это слухи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большое спасибо. Я вас подожду. Ой, ну что вы, не надо. Я тут задержусь. Марго велела вас отвезти и туда, и обратно. Извините. Алло. Даша, а ты где? Я в школе, а что? Да. Да так, ничего. Соскучился. Решил вот тебе позвонить. А что у тебя там за голоса? Да тут просто перемена. Поговорите об этом с Валерой. Он обо всем в курсе. Реши этот вопрос. Ясно. Когда ты освободишься? Часа через два. Ладно, целую. Пока. Он догадывается? Думаю, да. Надо сказать ему правду. Вы ни в чем не виноваты. Он все не так поймет. Если он адекватный человек, он все поймет правильно. Игоре, это все слишком сложно. Ладно, я пойду, а то опоздаю. Даша, где? Не знаю. Я ее месяца три не видел. Врешь. Спрашиваю, где Даша? Руки не распускай. Чего ты ко мне привязался? Я тебя спрашиваю, что у вас с ней было? Только серьезно. Ничего. Несколько раз чай вместе пили. Болтали. Чего ты ко мне пристал? Да, понравилась мне твоя жена. Даже предложение хотел ей сделать, пока там с любовницей кувыркался. Отказала она мне. Сказал, останемся друзьями. Вот и все. Знаю эту дружбу. Потерял ее? Ищи в другом месте. Здесь ее нет. Если врешь, убью. Ну-ну, терминатор. О, Павел, здравствуйте. Здравствуйте. А Дарья Васильевны нет. Как нет? У нее... Она сказала, что у нее урок. Павел, я вас поздравляю. С чем? Вы что, не в курсе? О чем задумались? О том, что вы правы. Мне надо вашу правду сказать. Объясниться. Но как? Решать вам. Легко сказать. Марго хочет, чтобы мы завтра втроем встретились в кафе. Она нашла телефоны хороших перинатальных центров. Хочет вам рассказать. Подождите, а разве не рано? У Дородов еще столько времени. Самое время. Решим все сразу. Как скажете, вы заказчики, я исполнитель. Валерий, вы опять? Извините, меня в последнее время зацикливает. Подождите секунду, мы же за два квартала договорились. Валерий, остановитесь здесь. Забыл. Спасибо. До завтра. Поехали. Паша, ты дома? Чего ты не отзываешься? Привет. Ты ужинал? Что случилось? Что такое? Может, хватит врать? Врать? А когда я тебе врала? С тех пор, как я вернулся после операции. А может, еще раньше. Хорошо. Давай по порядку. Где ты была сегодня днем? В школе. Неправда. Мне сказали, что ты ходишь в перинатальный центр. И что ты беременна. Откуда такая информация? Днем в школе разговаривал с Завучем. С Завучем. Это при том, что ты знаешь, что Завуч самая главная сплетница в округе. Ты кого слушаешь, Паш? Хорошо. Что ты скажешь насчет этого? Это я нашел в нашем комоде. Эти брошюры у меня еще со времен, когда я была беременна нашим сыном. Я их до этого не видел. Потому что я их прятала. Допустим. А зачем ты их прячешь? Потому что я не хотела какое-то время об этом вспоминать. Выбрось! Ну, если это пригодится мне или нашим близким. Складно. Очень складно говоришь. Паш, послушай. Ты пережил серьезную операцию. Был в больнице. Мы долго не виделись. Ты просто отвык от меня. Дашка, я не отвык. Я просто не понимаю. Паш, не бери в голову. Самое главное, что мы вместе. Ты выздоравливаешь. Вы сегодня надолго? Я думаю, да. Мне нужно снова сдать анализы, УЗИ, еще что-то. В карте все записано. Я тогда ненадолго отъеду по делам. Когда закончите, наберите. Я вас заберу. Да работайте спокойно. Я сама пешком дойду. Лишние нагрузки. Ну, какие же это лишние нагрузки? Мне сейчас это очень полезно. Хорошего дня. Хорошего дня. Паша, Паша, привет. Неожиданно, правда? Неожиданно. Ну, вижу. Чувствую, что тебя хорошо. И водку ты вроде раньше не пил. А тебя это не касается. Выкарабкался. Твоими молитвами. Не злись, Паш. Каждый человек имеет право на ошибку. Нифига себе ошибочка. Бросить человека с переломанным позвоночником. Паш, я испугалась. Ты знаешь, а я вот от тебя такого не ожидал. Я думал, ты меня любишь. А ты? Я тебя люблю, Паш. Очень люблю. Но знаешь что? Давай не будем больше про любовь. Не поверю. Ну, не будем, так не будем. Так, может, ты меня домой подвезешь? По старой памяти. Садись. Я слышала, ты к жене вернулся? Да, вернулся. И что, она приняла тебя с распросертыми объятиями? Не твое дело. Фу, ты грубой стал. Счастливые люди так себя не ведут. Из этого я делаю вывод, что у тебя не все в порядке в личной жизни. Да какой там порядок, раздрай полный. Она тебя изменяет? Откуда ты знаешь? Угадала. Пока ты лежал парализованный, она тебя жалела. Это нормальное женское чувство. Ну, а теперь ты здоров. Свой долг она выполнила. Хочешь сказать, что она меня не любит? Паша, я открою тебе один секрет. Женщина не любит того, кто вызывает у нее жалость. Потому что это совершенно разные чувства. Именно поэтому я не стала тебя тогда жалеть. Слушай, хватит. Хорошо, как скажешь. Ладно, я пойду. И еще, Паша. Ты мне нужен. Правда. Ты мне всегда нужен. Запомни это. Дом River. Сейчас. Я посмотрю. Уйдписывайтесь. fark. Эшу. Раз. 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 Субтитры создавал DimaTorzok